Мы начинаем программу «Разворот» 12.17. Сегодня провожу её я, Леону Борисову. Помогает мне звукорежиссёр Евгений Копейнов. В гостях у нас, как уже было сказано ранее, главный специалист по стоматологии в Латвии, президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андей Спайглотис. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Для начала я сразу хотела бы уточнить, насколько я понимаю, стоматология – это общее слово, которое включает в себя несколько ветвей зубных врачей. Как вы предпочитаете, чтобы к вам обращались? Вы зубной врач, стоматолог или, как принято сейчас говорить, дантист? Ну, дантист – это немножко неправильно, это английское слово. Зубоврачевание – это наше дело, можно так сказать, да? Не стоматология, а зубоврачевание. Стоматология – тоже это ничего неправильного, но всё-таки мы зубные врачи. Вы зубные врачи. А правда ли, я недавно услышала такое мнение, что отдельно выделяют категорию детского врача, потому что некоторые зубные врачи, они сейчас неохотно хотят работать с детьми, и поэтому как-то их в отдельную категорию? Детские зубные врачи – это субспециальность, так же, как эндодонтист, так же, как периодонтолог, так же, как челесницовый хирург, ортодонт. Значит, всеобщий зубной врач лечит всех, и детей, и взрослых, и так. Но детский зубной врач, он лечит детей в каких-то специальных ситуациях, да? Если есть такие проблемы, которыми надо специальный подход, да? Специальные методики и так далее. Ну, такие потруднее ситуации, потруднее, да? Господин Пайглайт, а вот поясните правильно, я понимаю, что согласно нынешней системе здравоохранения, у нас дети до 18 лет могут абсолютно бесплатно обращаться к стоматологам, к зубному врачу, да, и им будет оказана помощь. Но может ли зубной врач отказать? Действительно, там, не знаю, исходя из элементарной возможности заработка, да, допустим, и принимать взрослых людей, ссылаясь на безумную занятость или очередь. Если вопрос идет о государственной оплате, тогда эта проблема у нас довольно стоит уже довольно время. Это очень такой некороткий разговор насчет этого, потому что сначала практически все зубные врачи работали с детьми по государственным деньгам, да, с детьми они работают так же все, но вопрос в оплате, да, потому что довольно долгое время, 10 или даже, может быть, больше лет, оплата государства была на половину, то есть 50% самостоимости. Я не говорю насчет какой-то другой расчет, но насчет себестоимости. Теперь ситуация улучшается, но эти договора, которые, ну, ты калауст, да? Да, это заключается. Да, они теперь очень медленно восстанавливаются, потому что, ну, в прошлом году… Ну, то есть перезаключаются, да? Перезаключаются, да. Поэтому здесь такая проблема есть, но если я так по нашим датам, то примерно 48% получают эту помощь, да, обращаются и получают. Но там есть проблемы, с которыми мы работаем, я надеюсь, что впредь, если увеличится финансирование государства, то ситуация улучшится еще. Она уже немножко улучшается, но не так, как мы бы хотели. Ну, как обычно, все опирается в деньги. Да. Видите, с детьми работать не столь просто, да? Там надо подход. Нельзя ребенка подвозить, как мы раньше, в поликлинику, поставить там в очередь и давай, пусть лечит, да? Надо идти с семьями к зубному врачу. Зубной врач знает отца и мамы, бабушку, может быть, даже дедушку. И все, и все, и все, и все, как они, ну, скажем, уходят за своим ртом и зубами. И тогда намного легче. И ребенок тоже. Он знает своего врача, там, там, Велга, доктор Велга или доктор Майя или кто-то другой, и он легче может лечить. Если он идет только тогда, когда зуб болит и идет все равно к кому, кто принимает, тогда действительно ребенок боится. Потому, мы очень много говорим насчет семейных врачей, зубных врачей. То есть, вы рекомендуете в семье наблюдаться у одного специалиста? Да, у одного. Это, мне кажется, очень логично. И каждый в своей семье должен насчет этого подумать. Если у этого доктора нет договора насчет государственной оплаты, то мне кажется, что семья должна просить доктора, пусть он интересуется. Потому, что мы хотим, чтобы доктор принимал, он может принимать только детей своих семей. Да, не надо сразу, он знает тогда все, он отказать никого не может. Тогда идет поток довольно большой. Очень многие семьи идут только тогда, ведут ребенка, когда зуб болит. Это очень отрудняет, и это не решение. Семейный зубной врач – это решение. 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, задавайте свои вопросы, пишите нам по WhatsApp-у. 2061-91 у нас сегодня в гостях президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андрис Пайглитис. Ну, вернемся, может быть, к главной теме и последней. Вот недавно Центр профилактики контроля заболеваний проводил исследование. И вот согласно этому исследованию, половина жителей страны в прошлом году ни разу не были в кабинете у врача. Ну, стоматолога, либо гигиениста здесь не отмечается. Учитывая, что у нас в стране, по официальным данным, проживает миллион девятьсот тысяч человек, то можно сказать, что если почти половина, то есть девятьсот тысяч в прошлом году зубы не проверяли. И я хочу вас предположить, может быть, о чем это говорит, о том, что их ничего не беспокоит, у них все в порядке, или у них, наоборот, нет финансовой возможности даже на консультацию, или о нашем халатном отношении к своему здоровью. Можете ли вы предположить, как-то прокомментировать эти цифры? Или это средний показатель нормальный для каждой страны? Нет, это довольно большой показатель. Если я позже скажу показатель насчет 12-летних, это ситуация уже лучше. Но если мы смотрим всеобщим, всего населения, тогда это довольно большое. Ну, я думаю так, что действительно, одна часть, это ясно, что это финансовый вопрос тоже, да? Но это, я думаю, что не большая, не самая большая, это самая маленькая часть. Я думаю, что это очень важно, если, опять-таки, мы будем думать насчет своих детей. С детьми можно идти там, где сам лечится, и сам человек подумает. Значит, очень важно это приоритет. Что у нас в жизни приоритет, да? И если мы посмотрим каждую из своей жизни, то, да, не всегда получается, что веселим сапрупы, да, в том числе и зубоврачевание. Это самый первый, насчет чего мы думаем. Мы думаем больше, может быть, некоторых, где мы можем поехать, где мы можем отдохнуть, потому что не очень мало наших людей едет отдохнуть. Значит, не так, что невозможно чисто финансово решать вопрос зубоврачания. Здоровье у латвийцев не в приоритете, да? На первых местах, так это точно. Да, но зубоврачевание, то есть здоровье зубов у балтийцев никогда не было в самой первой очереди. Скажем, зубы белые, как снег, не бывает у балтийцев всех. Почему? И эстонцев, и литовцев. Ну, такое предположение есть, что раньше тоже, ну, наверное, может быть, это тут вопрос насчет того, сколько флюоридов в нашей воде и так далее, какую мы диету используем и так далее. Это довольно такой, такой, такой. То есть, вот этот пигмент вы связываетесь с тем, при каких обстоятельствах мы лежим. В нашей географической ситуации просто, ну. А действительно есть тогда, вот если сравнить по, как вы говорите, там, исторической белизне, известная там голливудско-американская улыбка, и все почему-то могут даже по улыбке сказать и определить, что этот человек, скорее всего, не местный. Американцы, допустим, этим славятся. Я не знаю, сколько можно об этом судить с точки зрения врачей, да, и общую тенденцию. Но вы как-то прослеживаете, действительно, такие закономерности или нет? Или это объясняется все их финансовым положением? Нет, нет, нет. Я не думаю, что это финансовое положение. Да, это, может быть, какая-то часть в том, опять-таки, насчет приоритетов говорить, как наш уход за зубами, да, а американцам, может быть, другое, у нас другое. Но я знаю, что у нас профессор Паканс, он всегда этого говорил, что у Балтицев все-таки по-исторически, ну, не самые белые. А как вот это, я хочу понять, с географией, как это все-таки связано? Ну, с водой, с пищей, всем другим, что у нас здесь есть. Это отражается. Наденьтесь, пожалуйста, наушники. Давайте мы начнем принимать звонки. Здравствуйте, у нас в гостях, я напомню, президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андрей Сапайглит. Как вас зовут в эфире? День добрый, Сергей меня зовут. Да, здравствуйте. Такой вопрос, пожалуйста. Вы, доктору, естественно, вы красиво все говорите и по поводу того, что в Латвии люди как-то непрежительно относятся к своей ротовой полости. А примерно, очевидно, вы знаете, что самая простая пломба, по крайней мере, в Риге, приближается уже или приблизилась к 100 евро. Это одна, одна часть. И вторая. Ну, совсем не так давно было в Украине, и подошел, ну, необходимая работа, работа, поверьте, довольно большая, металлокерамика вверх-вниз, и плюс еще и один имплант. Мне посчитали всю работу 300 евро. Да, это с учетом того, что из Прибалтики приехал, еще и накрутили там сверху, естественно, в иностранец. Почему такая разница? Нет, за зарплату, поверьте, зарабатывать не меньше. Но, по сути, я посмотрел, более чем в 10 раз, а может и выше, дороже работа в Латвии. Да, спасибо большое. Ну, по поводу этого я тоже добавлю, я точно знаю, что, допустим, ряд моих знакомых, которые живут в Дании или Германии, прилетают сюда при первой возможности лечат зубы здесь, потому что там это втридорога. Но это все познают в сравнении, да? Начал я этого как раз говорить, я обычно, когда мне звонит, ну, наши соотечественники из Ирии, из Великобритании. Иммигранты, да, уже когда-то уехали? Ну, да, они теперь работают, они приезжают здесь летом и лечат зубы. Я знаю даже из Швеции, когда-то из Швейцарии был пациент, журналист, который приезжал в те времена, это 89-90-го года он здесь был, он познакомился, приходил. И он тогда каждый год ехал с своей матерью, своим братом и так далее, и так далее. И мы сказали, ну, разве, ну, Швейцария ведь, мы знаем, что очень высокая. Он говорит, понимаете, мы здесь экскурсию делаем, мы примерно 1-0 в конце, мы снимаем и мы здесь лечим зубы. Это то же самое с Украиной, Белоруссией и также Россией. Ну, что поделаешь, ну, у каждого у нас разные цены, хотя материалы мы покупаем одни и те же самые, да, тоже Швейцария покупает, и мы покупаем цены такие же самые. И я хочу сказать, что должны понять, что зубоврачевание – это работа с материалами. Если я теперь немножко связан тоже с строительством, да, если я хочу что-то строить, это довольно дороговато, потому что материалы действительно увеличились. Если я работаю с хорошими материалами, естественно, зарплата тоже увеличивается, да. Но вот если все-таки сопоставить цены, ну, понятно, что цена формируется как раз-таки за счет оборудования, материала и самой работы врача, но эта разница есть. Значит ли это, что в других странах, допустим, Западной Европы используются более дорогие материалы? Ну, исходя из того, что вы говорите. Потому что, ну, цены значительно выше. Или там Украина или Белоруссия, которая только что была приведена в пример, где значительно ниже, чем в Латвии, да, учитывая всю логистику, визу и прочие сдержки. Это бизнес, наверное, я не вникаю, но во всяком случае есть разные цены, которые идут в Балтии, некоторые выше, чем в Западной Европе, да. Очевидно, в Белоруссии или Украине они делают какие-то низкие, но я, правда, это не могу вам точно сказать, но во всяком случае есть разница в ценах материалов тоже. Но качество при этом и сами материалы использования не отличаются от Германии? Нет, не отличаются, я думаю, и в Украине не отличаются, да, потому что если профессионал работает, он работает хорошим материалом, качество, я думаю, что это всегда одинаковое. Да, мы сейчас вынуждены прерываться на новости рекламы, буквально через пару минут продолжим. На Балткоме разворот. Мы продолжаем программу «Разворот», у нас сегодня в гостях президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андрей Спайглит, и с его до перерыва на рекламу и новости мы начали говорить, ну, если так можно выразиться, о зубном туризме, да, о том, что и наши эмигранты приезжают сюда, и даже не эмигранты, совмещая приятное с полезным, мы сразу лечат зубы, или наоборот, наши живущие в Латвии уезжают в другие страны, да, для того, чтобы лечить зубы. То есть, в вашей практике вы тоже с этим сталкивались, и можете это подтвердить. Я сталкиваюсь. Может быть, если медицинский туризм – это что-то побольше, да, наверное, да. Скажем, я знаю, какое-то время раньше было, Австрия ехала довольно много в Чехию, там даже улица однозубных врачей, да, там проезжают машины, проезжают по специальной дороге, как раз на это. У нас не столь большой этот туризм, но есть все наши отечественные и друзья, очень многие приезжают сюда, но это не такой большой туризм медицинский, которого мы бы хотели. Я вам напомню нашим радиослушателям, мы обсуждаем в том числе сегодня исследование Центра профилактики и контроля заболеваний, которое констатировало, что больше половины людей ежегодно не проверяются у врача, даже просто на консультацию не приходят. И вот в связи с этим вопрос в вашей практике, много таких случаев, когда человек действительно приходит к вам уже от безысходности, когда у него, ну, допустим, не знаю, воспаление, пульпит, он не может ни есть, ни спать, ни работать, и приходит, и вы наблюдаете действительно плачевное состояние полости рта. И он говорит, я уже третью ночь не могу спать, да, или третий день уже, или четвертый болит, но я думаю, что их становится намного меньше, потому что если есть свой зубной врач, то это не бывает. Но это опять этот приоритет. Я хочу сказать, что в этом же самоисследовании можно видеть, что профилактикой занимается уже намного больше, если насчет чистки зубов, уже чаще одного раза идет 57,6%. Значит, люди поняли то, что все-таки, во-первых, первый вариант, первый вопрос – это уход за своим зубами, да, понемножку больше понимают. Ну, 60% – это тоже не очень много, я думаю, что должно тоже 89-90% быть. Это опять-таки отношение к своим зубам. Но еще я увидела статистику, просто знакомясь с общей ситуацией, не только с Латвией, вот есть Всемирная стоматологическая федерация, и согласно их исследованию, более 90% жителей вот всей нашей планеты, то есть абсолютное большинство, страдают от каких-либо стоматологических заболеваний. Вот насколько эта цифра реальна? Ну, я насчет всего мира не знаю, мне трудно сказать, потому что он очень разный, да, есть, может быть, земли, где очень-очень страдают, где меньше, да. Я думаю, что в Скандинавии это не будет такого вопроса, будет намного меньше, но как раз мы стремимся в эту сторону, да. Ну, это все отвисит от самих людей. И не только от самих людей, отвисит от того, что сколько мы говорим с людьми, да, скажем, если есть свой зубной врач, и идешь всей семьей, он может легче рассказать, что лучше делать, что нет. С лимий профилокс контроль центр много информации дает и летом, и зимой, насчет чистки зубов, насчет ухода за полость рта, насчет диеты, да. Так что это очень важно. Я думаю, что наше население, которое все-таки услышало, и понемножку ситуация улучшается. Наши коллеги с латвийского радио проводили опрос среди жителей, и вышли на улицу и задавали им вопрос, как часто они посещают стоматолога, и если те отвечали, что, допустим, крайне редко признавались в этом, да, то на вопрос журналистов, почему, они отвечали, потому что страшно. Да, и в связи с этим я хотела бы спросить, а что действительно до сих пор есть страх? Мне кажется, это уже абсолютно безболезненная процедура при использовании анестезии, да. Я в интернете читал, что страшно от стоматолога, от зубного врача, а я темный, а почему от темноты? Потому что я не знаю, сколько таких зубных врачей там находится, да. Нет, нет, я не думаю. Второй вопрос, который сразу, можно сказать, скажет, это столь дорого, я даже не хочу идти. Сколько это стоит ваше, ну, сколько вам сказали? Ну, я не знаю, я не был у зубного врача. Значит, мне кажется, бывают люди, которые уже думают, там страшно, там много платить, и все вообще никуда не хожу. Все в кучу, да. Но если посмотреть в каждой практике, где есть регулярные пациенты, которые очень многие, да, я думаю, что они и не боятся, и, ну, естественно, если ты приходишь удалить зуб, ну, не могу сказать, что все очень рады, да. Но они приходят, я с ним говорю, и все нормально, заканчивается в наших отношениях, да. А если, может быть, продолжить тему детей, и, мне кажется, как следствие ответственности родителей здесь, да, за здоровье детей, вот стоматологи-гигиенисты говорят, что в Латвии у маленьких детей в шестилетнем возрасте здоровые зубы только у семи человек из ста. И как раз шестилетний возраст – это когда происходит смена зубов, да, и я хочу вас спросить, эта тенденция ухудшается или это, наоборот, мы держимся на этом показателе? Насчет шести, пяти лет мы будем делать исследования в следующих, в ближайших годах, ну, мы делали насчет двенадцатилетних, и там я могу сказать, что наши заболевания в двенадцати лет, у нас кариозные, пломбированные и удаленные зубы насчет на одного ребенка, у нас идет с 2,5 до 3,4, значит, у каждого 2-3 зуба, они, может быть, порченные. Сколько совершенно здоровый у нас, я теперь сказать не могу, но у нас есть, которых вообще не надо ничего делать. Но есть показатели хуже, чем были раньше? Нет, у нас в 97-м и 94-м году было намного хуже, они улучшаются, но в последнее время, исходя из кризиса и всех проблем, которые у нас было, он остановился, но он не ухудшается. Но мы бы хотели быстрее развитие и улучшение, да? Скажите, я не знаю, следите ли вы за практикой ваших коллег, медики вообще работают в том направлении, чтобы придумать какую-нибудь вакцину от кариеса, ну и как следствие получить Нобелевскую премию. Что-нибудь есть? Или это невозможно? Не-не, ну, чисто по практике я могу сказать, что они работают и лечат зубы, и говорят насчет профилактики, да, я думаю, что самая хорошая вакцина, это профилактическая, да, что надо за зубами вовремя, то есть надо их чистить, надо уход за рта, быть хорошим, и это очень важно, как уже 6 лет, даже 3 лет, да, это очень важно, что, ну, пациент, то есть родители смотрели, как дети чистить, не то, что он почистил, но посмотреть, как он почистил и перечистил. Да, но это вот, к сожалению, не всегда работает, на своем опыте скажу, поскольку очень трепетно отношусь к своим зубам, но вот, не знаю, регулярно проводя проверки различного толка, я всегда, каждый год могу прийти к зубному, у меня найдут какую-нибудь дырочку образовавшуюся, причем есть такие люди, у которых потрясающая наследственность, они могут 3 года не появляться у зубного, и у них не будет ни одной дырки. То есть здесь, я не знаю, насколько, нет, конечно же, разумно говорить об уходе за зубами, но все-таки есть какие-то другие факторы, которые выше всего этого. Ну, есть еще, может быть, не только к врачу, там можно найти зубный гигиенист, у нас очень хорошая такая специальность в последние, ну, с 94-го года, да, это очень важно, что у нас такие есть, и практически вопрос идет параллельно уходам, параллельно идет насчет лаков, флуоридов, насчет силантов, насчет диеты, да, потому что по нашему исследованию идет вопрос, что дети кушают трех видов цукура, сатуроши, индустриаража, продукт. Продукты, содержащие разных видов сахара, да? Да, да, и такие три продукта, ну, в среднем. По классификации, да, и то есть делятся по воздействию на… Да, естественно, там есть сахар, да, и тогда вопрос в этом, что делать, ну, и самое главное все-таки считается, что, ну, во-первых, ну, надо, может быть, уменьшить это или исключить, может быть, не всегда это возможно, но после этого сразу уход зубной щеткой и пастой, да? Зубной щеткой и пастой. Да, это лучше, чем вакцина, да? Да, но здесь зелема. Здесь зелема. Чистить зубы меньше. Когда приходит время, допустим, поменять зубную щетку или пасту, я всегда залезаю в интернет, начинаю читать совет стоматологов, как лучше выбрать, на что обратить внимание и чему доверять. Что вы посоветуете? Как выбрать зубную щетку и как она должна выглядеть, чтобы ее там из многочисленных найти? И какую зубную пасту? Знаете, вот это очень такая… Не боясь рекламы, да? Смело называйте. Да, индивидуальные вопросы. И потому я всегда в всех интервью, я говорю, мне трудно всем сказать одинаковое, потому что для всех одни зубные пасты. Ну, как с шампунем, да? У кого-то начнется первая силиаргия, у кого-то нет. Да, да, потому нужен этот семейный зубной врач. Я опять-таки иду к этому, что надо своего врача и надо семейного. Щетки надо менять, естественно, 4 раза в год, это минимум, да? Да, есть электрические щетки, там опять-таки другой подход к этим щеткам. Но самое главное у своего врача, у которого есть зубной гигиенист, который может рассказать тщательно, кстати, к вашему вопросу, почему все-таки врач находит еще какую-то дырку, да? Если я иду, значит, еще надо искать, почему появляются эти дырки, да? А по поводу вот недавно принятого закона, Кабинет министров принял такой вот план действий, как я понимаю, по использованию амальгамы, да, сейчас. И это значит, что будет на нее наложен запрет, и речь идет, я так понимаю, о серебряных пломбах, да? К 2030 году вообще-таки, в принципе, не планируется использовать. И врачи, как я понимаю, некоторые бьют тревогу, потому что получается, что у нас во рту образовывается большое количество ртути. Нет. Не так все. Не так. Почему запрещают тогда? Это вредность обкарты и виды к среде. О окружающей среде, да? О окружающей среде. И это всегда упоминается в всех статьях, которые дает и Европейский совет зубных врачей. И это идет вопрос насчет среды. Ну, потому что ртуть там не отделяется. Мы уже с 94-го года запретили в Латвии использовать, ну, ртуть, это, ну, скажем, металлская речь, да? Ну, это сплав какой-то, ртуть и металлов. Он уже вместе, как он находится вместе, как сплав, он в капсулах находится. Мы ставим его трясем, и появляется материал, который амалгом называется, которого ртуть и не выделяется, да? Даже по истечению времени перепады температур, просто я действительно читала вот такие вот заключения врачей. Это я вам могу дать информацию насчет из ЦЭДА, то есть из Европейского зуборчевания, Европа зуборчевания, подумаем, что это идет вопрос насчет окружной среды. Ну, если мы подумаем насчет вообще всех своих пломб, которые ставятся, они тоже не из дерева, да? Они все-таки есть какие-то химические или что другое. Самое здоровое – это здоровый зуб. Ну, понятно, естественно, свой орган, но сейчас есть какой-то общепринятый материал, который абсолютно все стоматологи используют, да? Или амальгама, я так понимаю, вообще уже не применяется или применяется, но частично не… Амальгама принимается до 2030 года, и есть ситуации, где эта амальгама нужна. Она, материал очень выдержанный, ну, он выдерживает ноги, он держится в зубах в два раза больше примерно, как химические эти все пломбы, да? Ну, это раз, и во-вторых, зубной врач, он должен пациента информировать, почему эта амальгама нужна, да? Мы в Балтийских республиках вообще не столь задумаем, что она… Ну, она жалко, что ее больше нету, но в то же время чисто косметически он не очень-то хорошо выглядит, да? В то же время, в то же время, спад использования амальгамы, он очень-очень большой, у нас буквально на 200-300 раз уменьшилось использование амальгамы, я думаю, что мы даже не дождемся 2030 года, да? Я обратила внимание на некоторые данные проверок, проведенных инспекцией здравоохранения, и из проверенных клиник, третья часть, в них обнаружены нарушения, связанные именно с несоблюдением норм гигиены. Также вот на страницах журнала Касс Янус я прочитала одну историю, там мужчина не представлен, но имя Марк упоминается, не знаю, насколько оно реальное, что он получил заболевание гепатит С после посещения стоматолога, да? И в связи с этим вопрос о правилах гигиены, насколько вы общаетесь со своими коллегами, часто ли встречаются случаи, жалуются ли клиенты, если среди ваших знакомых, может быть, действительно, кто стал не только зубным, но еще и ответчиком по какому-нибудь делу? Нет, значит, ясно, что мы очень много говорим насчет контроля инфекции, да, так же, как на неотложной помощи, да, это тоже вопрос. Я всегда считаю, что зуборучебный кабинет, ну, он достаточно другой кабинет, да, естественно, безопасный, да. Да, риск всегда, во всей медицине идет риск, да, но в то же время он, может быть, забыл, что он был каким-то другим специалистом, не медиком, да. К зубному врачу идет очень часто, потому вопрос всегда такой становится, да. Риск всегда есть, но доказано, что он получил бы гепатит в зуборучебный кабинет. Есть такие домыслы и мысли, что вот там часто ходил, и по тому есть. Риск всегда есть, но мы очень к этому работаем, мы всегда, инфекция проверяет большинство, там вообще это идет вопрос документации, да. Документации, может быть, есть некоторый вопрос, но у нас оборудование очень хорошее. И все автоклавы, мы теперь перешли только на автоклавы, у нас нет сухожировых шкафов, материалы, то есть инструменты у нас упакованные, да, не все, но те, которые связаны, скажем, с кровью и так далее, все мы не должны упаковывать. Так что я думаю, что мы к этому очень работаем. У нас есть министерство, которые точно говорят, что регламентируют, как это должно быть. И я хочу сказать, что мои коллеги очень с этим считаются, и я уже когда-то шутил, что я слышал, что зубном врачу надо идти с утра, потому что все чисто, да, все инструменты после обеда не надо, да. Но это абсолютно неправда, у нас очень тщательно к этому подходит. Меня всегда интересовал вопрос, допустим, когда я смотрела, ну, или невольно попадала и видела хоккеистов, либо боксеров, которым выбивают зубы, но они потом не торопятся вставлять себе новые вместо выбитых. И в связи с этим вопросом, скажите, вот отсутствие зуба как-то влияет на общее здоровье человека? Ну, обязательно влияет, потому что мы же кушаем, и мы сосмолцы, нам борьба, да. Да, питаем. Питаем, да, и мы не можем большие куски кушать, мы должны их, ну... Ну, расщеплять, да. Расщеплять, и это очень-очень важно. Я тоже как-то видел, что даже передние зубы у многих хоккеистов нет, я не знаю, ну, может быть, передние, но все-таки надо кусать с этими, да, так что я думаю, что влияет обязательно. Если это там жевательное, да, то обязательно надо вставлять. Надо вставлять, надо вставлять, обязательно надо вставлять. А вот мы сейчас в перерыве, пока были новости рекламы, мы заговорили о том, вернее, вы заговорили о том, что за последние 20 лет в стоматологии произошли ключевые изменения, да, то есть шагнули там... Обязательно, обязательно. В технике, обязательно в технике. И я знаю, что я когда-то начал работать, это было в восемьдесят... нет, в семьдесят девятом году. Сколько вы уже практикуете, да? Ой, это довольно долго, что я буду считать, но... С семьдесят девятого года я кончил институт, и я был направлен в ЕЦАУ, и я знаю, что тогда через два-три года я первую, ну, зубручим, стоматологическую установку купил с большим оборотом 300 тысяч. Ну, практически 40 лет, можно сказать, да, да, да. Ну, так. Вы можете сравнить, что было и что стало? Мне кажется, там даже сравнения нет, очень все поменялось, совершенно все поменялось, и техника, и технологии, и материалы, но, знаете, я, опять-таки, хочу немножко сравнить с строительством, и уже, может быть, это тоже очень много, и знают, что материалы изменились абсолютно все, да, потому очень много, что наше излито, ибо... Образование? Образование, мне кажется, очень хорошее, но она включает все эти новые методики, да, и мы многих уже старых забываем, да, то есть не только забываем, больше не используем, да. То есть абсолютное совершенствование. А вот мы еще поговорили о... Абсолютно, абсолютно. То, что, вот с чего вы начинали, допустим, в 80-х годах, что-нибудь осталось? Я даже думаю, что только кабинет, помещение, но мне кажется, что ничего... Сам подход, понятное дело, техника, материалы... Нет, ну, сам подход, что есть зубоврачебная установка, что есть рентген, что есть, ну, это такие всеобщие, но у нас теперь должен все-таки рентген быть в каждом кабинете уже 10 лет, да, без этого невозможно думать, да. Да, вся контр-инфекция, то, что мы говорили, да, естественно, там совершенно изменилась, да. Давайте мы примем звонок, да. Здравствуйте, мы вас слушаем, как вас зовут? Здравствуйте. Вот тут были сообщения, что нельзя сейчас запретят амальгаму применять, какое-то другое. А кто другое? Да, мы уже об этом упомянули, но, может быть, тезис для нашего слушателя. Да, есть, как говорится в народе, белые пломбы, да. Белые пломбы, есть в том числе и коронки, может быть, детям ставится больше, да, чтобы удерживать этот зуб молочный. Ну, в общем-то, там очень многие, материалы очень многие. Композиты мы называем, иономерцаменты, но композиты, в принципе, да. А с какими проблемами, может быть, к вам обращаются чаще всего? Чаще всего обращаются насчет того, какой должен быть кабинет. У нас есть мини-кабинет, но тайком, насчет какой должен быть кабинет, что должно там быть, какой инфекционный контроль и так далее. Ну, естественно, указывая насчет документов, да, но не то, что я сразу все совершенно знаю, но все-таки таким образом обращаются. Обращаются много насчет доступности, насчет доступности, насчет работы с национальным веселем, с деятельностью, да, насчет детей, оплаты лечения детей. Ну, такие вопросы у нас есть. Ну, у нас, кстати, есть еще и мобильные зубные кабинеты, два, и тоже мне звонит много из села и спрашивает, можно к ним отслать кабинет, но там вопрос не то, что... Вот по поводу сел и краев, да, я была удивлена, что я знаю о проблеме, допустим, мы все время об этом говорим, что медиков не хватает в регионах, но я не знала, что зубных врачей тоже. Сейчас правительство даже поддержало переселение медиков, зубных врачей в регионы, да. Обязательно, да, это очень хорошо, это очень хорошо, да. Ну, там немножко влияет немножко экономическая ситуация, да, потому что, чтобы сделать один зубной кабинет, это довольно большие деньги, да, и если его удерживать, то тоже это больше, там, пошла дыба не поможет, да, там надо удерживать, но в селе немножко экономическая ситуация и другая. Поэтому насчет этого надо думать. Ну, поскольку я организую каждый год, ну, такую встречу сельских главных врачей или самоуправлению с молодыми зубными врачами, понемножку, понемножку ситуация улучшится. Я думаю, что будет много этих действий, это переселение, это очень важно для того, что они тоже занимаются забрачеванием детей, да. Так что я думаю, что это очень-очень хороший выход. Да, нам пора заканчивать на этом. Спасибо. У нас сегодня в гостях был главный специалист по стоматологии, президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андей Спайк. Это привела передачу Олегом Борисовым, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо. Спасибо. Спасибо.